здравствуйте сегодня 2 ноября 2016 года канала подготовка программы периферийное зрение меня зовут сергей окунев традиционный вопрос сегодня у нас необычные декорации как вы видите слышно ли видно для меня всех рад приветствовать напишите пожалуйста в чате как у нас все ли хорошо да ну и пока в общем-то до вас доходит эта информация говорят что я не рассказываю сколько осталось до новой исторической эпохи до новой исторической эпохи 367 дней поэтому я тоже не отстаю от этой традиции приветствую всех в музее нет не в музее люди говорят о том что нужно в общем то какое-то разнообразие не только в стиле говорящей головы и в виде говорящей головы да но и в виде декорации оформления студии так ее можно назвать поэтому вот сегодня у нас такой необычный вариант кстати картинку я немножко изменил могу изменить ее обратно но в плане того что она немножко приглушенная темная если кому-то совсем темно вы напишите тоже хочу вот как-то немножко чтобы все было хорошо окунь в смольном нет так но все пишут все все хорошо очень хорошо но давайте тогда для начала начнем для начала начнем в описании к этому видео к этой трансляции есть электронная почта вы можете увидеть первой же ссылкой в описании это электронная почта вот именно этой программы периферийное зрение туда вы можете присылать свои в общем-то новости свои вопросы к эфиру свои пожелания рекомендации и так далее комментарии пишите обязательно к видео все комментарии читаю каждый ваш комментарий читаю вот за вчерашний выпуске не удалил ни одного комментариев кто-то пишет что я удалил огромное количество контроля одного не удалил даже у нас там некоторые комментарии в спам попали я их обратно вытащил из спама и повесил потому что это был не спам на завели страницу пока она не активная но будет активная вконтакте периферийного зрения там тоже в общем то можете прислать вопросы на страницу на эту чтобы было удобно я Я говорил о том, что по четвергам мы будем приглашать наших зрителей в эту передачу, в эфир, поэтому там тоже будет тема, она уже вернее есть, хочу в эфир периферийного зрения, пишите свои заявки, если вам есть о чем интересном рассказать, в общем-то без проблем с вами пообщаемся, скайп, прямой эфир, 18.00, добро пожаловать. Про перископ писали, есть ли у меня перископ, задавали вопрос, сейчас, кстати, по вопросам пройдемся, перископа у меня нет, я как-то скептически к нему относился до выборного процесса, сейчас подумываю о том, что можно, наверное, завести перископ, если заведу, то поделюсь ссылкой, пока не знаю. Можно ли позвонить на этот телефон? Это прямой телефон из ФСБ, поэтому выделенная линия, если я о чем-то буду неправильным говорить, сразу позвониться, каждый об этом говорить нельзя. Здесь две линии, вот одна из ФСБ и другая из Израиля. Если вдруг какие-то запретные темы возьмут, то вы услышите звонок. Так, ну по картинке, по звуку, вроде ни у кого никаких проблем нет, поэтому давайте перейдем к вопросам. Вот вопросы ваши из комментариев к вчерашнему видео. Отчество спрашивает мое. Не Вольфович, как правильно заметил один из комментаторов, заметила одна из комментаторов. Но я понимаю, к чему намеки, я не сын Вячеслава Мальцева, я не родственник Вячеслава Мальцева. Можете расслабиться. Отчество мое Владимирович. И не Путин тоже, как бы, не имею к нему отношения. Сергей, как относитесь к инициативе Виктора Хуторского, сделанного им на днях в новом проекте? Суть идеи сводится к тому, чтобы, в общем-то, родителям различных подонков от власти приходить и с ними беседовать о том, что их дети плохие. И надо на них как-то повлиять, чтобы их дети не издевались над народом. Очень, не знаю, пока у меня нет какого-то... Если мне дадут механизм, если мне объяснят, в чем механизм, да, то есть, ну, у нас есть там, я не знаю, какой-нибудь, грубо говоря, Володя. Ну, вот как я попаду к Володиной маме? Ну, или там, не Володин, хорошо, не важно, Сараев какой-нибудь, даже вот Саратовский, Радаев. И как мне попасть к их маме или папе? Это какое-то очень наивное предложение. Если кто-то механизм мне предоставит, было бы смешно. Ну, наверное, кроме как смешно, я более никак к этой новости, к этой инициативе не отношусь. Приглашайте еще народ на канал, фильмы готовьте не только политические, но и, в общем-то, научные. Серия очень интересует, даешь круглосуточный канал, типа Art24, и пошел телек в жопу. Вы молодцы, 5, 11, 17, даешь круглосуточный канал. Отличная мысль. И, в общем-то, мы, на самом деле, к этому и стремимся. Вячеслав Вячеславович об этом постоянно говорил, да еще и Эдик говорил, если кто-то помнит о том, что нужно расширять формат, действительно, 24-часовое шоу вполне возможно, не шоу, передача, шоу, не хорошее слово, вполне возможно. Ну, 24 часа, надо понимать, что там в 3 часа ночи, наверное, вряд ли кто-то захочет выходить только из Дальнего Востока, наверное. Ну, может быть, там, я не знаю, с полудня и до 9 часов вечера. Надо найти, и мы сейчас этим занимаемся, и это в ваших силах найти, качественных ведущих. И люди, которые будут, вот, тут пишут, зачем нужна, типа, зачем нужна пародия на плохие новости, если есть плохие новости. Я не хочу пародию на плохие новости. Я понимаю, что если вы хотите посмотреть плохие новости, вы посмотрите Вячеслава Мальцева. У нас будет другая программа, она пока развивается, мы пока вот входим в эту струю, да, в этот поток. Посмотрим, как она будет, в общем-то, какие будут отличия от студии нового, можно сказать. Хотя вы эту студию один раз уже видели, кто наблюдательный, запомнил наверняка. Будет, в общем, развиваться формат, не волнуйтесь. Вот спрашивают, почему не советую Балабанова посмотреть. Вчера я сказал о том, какие фильмы можно посмотреть. Вот, каюсь. Вообще, у меня с фильмами такое интересное отношение. Вот назовите самый известный фильм, вот самый известный, который вы знаете, я его 100% не смотрел. Причем, что российский, что, не знаю, там, классика мирового кино, я их не смотрел. Не потому, что я как-то, там, не знаю, плохо к ним отношусь или еще что-то. Я вообще очень мало фильмов смотрю, но при этом я, если смотрю какие-то фильмы, то это фильмы, которые никто не смотрит. Но вот такой у меня какой-то парадокс. Ну, либо, кстати, фильмы, которые идут в кино. В кино я в последнее время часто хожу, раньше ходил очень редко, вообще не ходил. Последний, там, год, полтора ситуация изменилась. Балабанова я смотрел только Брата Первого, и то я его видел, представляете, наверное, год назад. Меня заставили его посмотреть. Брата Второго до сих пор не видел. Ну, конечно, я советую Балабанова, несмотря на то, что я его не видел. Но это классика российского кино, и понятно, что, в общем-то, человек очень достойный. Вот про преступления. Пишут, дело в том, что преступление всегда развивается по вине государства. Так было и так будет. Преступность всегда набрасывается на самых слабых, ну и так далее. Можете дочитать, в принципе, суть понятна. Я с вами абсолютно согласен, и нужно еще понимать, что, во-первых, есть государственные преступления. Такие, как коррупция, да, сейчас мы это уберем. Такие, как коррупция, такие, как, я не знаю, наркотрафик, такие, как организованные преступные группировки, да, в общем-то, преступность организована. Это все то, что либо покрывается, либо состоит из властей. Согласен, и вопросов никаких нет. Но нужно еще понимать, что власть, она давлеет на общество. И давлеет тем, что создает те условия, в которых люди напряжены, мы сегодня об этом будем говорить, люди злые, люди разъяренные в каком-то плане. И это их толкает на правонарушение, да. То есть у людей нет денег, у людей долги, людям, грубо говоря, нечем кормить свою семью. Они встревожены, у них внутренняя вот эта злоба, ненависть, ярость, она растет. И они их выплескивают либо на своих соседей, либо на своих, я не знаю, друзей, коллег по работе, если она еще осталась, на своих родственников и так далее. Но рано или поздно просто она выплеснется ни на родственников, ни на друзей, мы же это понимаем. И не рано или поздно, 5, 11, 17 это произойдет. Через 300 как раз я там говорил сколько, 86 дней, да, если я не ошибаюсь. Этот день в истории у нас такая уже классическая рубрика. 110 лет назад родился Лукино Висконти, итальянский режиссер театра кино, сценарист и один из основоположников неореализма. Ну вот говорят про фильмы, которые я смотрю, люблю псевдореализм. Он сейчас вообще везде, практически даже в самых каких-то баснословной фантастике, там, я не знаю, Бэтмен против Супермена, он все равно снят в псевдореализме. Хорошая тема, и она набирает популярность. Фильмы это вообще хорошо. А хоть я их и не смотрю. В годы Великой Отечественной войны он сблизился с итальянскими коммунистами, кстати, и участвовал в движении сопротивления. Был арестован гестапо по подозрению в организации антифашистского заговора в Риме. Но чудом избежал расстрел. Ну вот сохранили нам, в общем-то, гестаповцы такого известного режиссера. Как относится к анархии? Смотря что есть анархия, давайте про анархию я в конце поговорю. Такое интересное у меня мнение по поводу анархии. Вот очень интересный факт, который я нашел в интернете, и который меня очень удивил. 2085 лет назад родилась, вот здесь написано, почему-то умерла. Нет, она родилась. Или я что-то путаю. Наверное, родилась все-таки. Клеопатра, последняя царица Египта из македонской династии Птоломеев. Но у меня очень большие сомнения, если мы знаем, что у наших прабабушек и прадедушек есть опечатки там огромные в паспорте. Неправильно стоит год рождения, неправильно стоит дата рождения. А тут мы говорим 2085 лет назад. Я не спорю, что может быть год там как-то ученые смогли выяснить, да, по каким-то сохранившимся артефактам. Но день у меня очень большие сомнения. Сегодня умер Бернард Шоу, британский писатель, драматург и нобелевский лауреат. Кстати, от Нобелевской премии, если я не ошибаюсь, в области литературы он отказывался в свое время. Ну, да, вот, кстати, да, я сначала сказал, потом прочитал. В 1925 году шоу была присуждена Нобелевская премия по литературе, однако писатель отказался от ее получения. От 295 лет назад царь Петр I принял титул Петра Великого Императора Всероссийского, а Россия стала империей. Тоже очень знаковый в истории России день, конечно. И вот парадокс, да, нумерология, говорят, вот мистика. 79 лет назад, в этот же день, когда Петр принял титул и Россия стала империей, в общем-то, а, нет, пардон, не 79 лет назад, конечно, 122 года назад, вступил на престол последний российский император Николай II. Тоже в этот же день. То есть, в общем-то, как Российская империя началась, да, вот этот шаг к началу Российской империи в лице Петра Великого, также она и закончилась, вот этот первый шаг к окончанию Российской империи в лице императора Николая II. Если кому-то интересно мое отношение к Николаю II, Николай II очень многое сделал для Саратова. Об этом практически никто не говорит. У нас пару лет назад было движение за то, чтобы поставить ему памятник в Саратове. Это действительно большая часть, центральная часть города, да, вот историческая, она была отстроена при Николае II. Мы знаем, что Саратский государственный университет был построен за деньги царской семьи, да, то есть даже не за бюджетные деньги. Ну, как к этому относиться, там, кто-то говорит, что вообще нет царских денег, все деньги бюджетные. Ну, я, может быть, с этим не совсем согласен, но так или иначе. Николай II очень много сделал для Саратова. Как к нему относиться как к политической фигуре, к исторической фигуре, наверное, об этом историки должны судить. Я не историк, но мое представление, наверное, все-таки не в том, что Николай II был, что вот у нас рухнула империя, потому что Николай II был таким плохим царем. Наверное, дело не в этом. Дело в том, что, в общем-то, мир меняется, и в тот момент он менялся, и сейчас он меняется от ключевок. А у меня разве он что-то там пищит? Сейчас мы все вернем. Мир меняется, и Николай был не готов к тому, что мир изменится, Россия изменится. Как она изменилась, в какую сторону, ну, судить, наверное, в общем-то, сейчас можно. У каждого есть свое мнение на эту тему. И вот про Николая я не зря заговорил. Поклонская. Мы переходим к новостям. Поклонская пожаловалась в прокуратуру на неснятый фильм «Учителя о Николае II». Очень большой ажиотаж получила эта новость. Прокуратура уже заявила, что никаких претензий к фильму нет, но здесь парадоксальная ситуация, потому что депутат Госдумы, если кто-то не знает, Поклонская у нас теперь депутат Госдумы, пожаловалась в генпрокуратуру на еще неснятый фильм «Учителя», где рассказывается о романе императора Николая II. И, в общем-то, очень интересная история связана с тем, что Поклонская не пояснила, какие у нее есть претензии к фильму. Она сказала, что, в общем-то, все претензии есть в письме в прокуратуру, однако письмо это, я так понимаю, еще никто не видел. И, в общем-то, очень интересно, что представители «Царского креста» тоже поддержали это движение, общественное движение «Царский крест», поддержали эту претензию, но при этом, как они ознакомились с фильмом, который выходит в начале 2017 года, они не пояснили. Забавно. То есть, возможно, у Поклонской есть «Машина времени», и она, в общем-то, уже посмотрела этот фильм. Посмотрим и мы с вами, я надеюсь, и сможем дать оценку. «Висит эфир». Очень плохо. Напишите, висит или нет. Были какие-то проблемы с интернетом? Нет, вроде все хорошо, никто не пишет, что висит. Жириновский у нас отметился, как всегда. Жириновский предложил назвать Ленинский проспект именем Ивана Грозного. И вот у меня даже нет никаких претензий. Давайте назовем... Он, вернее, сказал не совсем так. Он сказал, что нужно дать, значит, название основным улицам, нужно давать в честь деятелей, которые подняли страну. Иван Грозный, Петр Первый и так далее. Никому не дает покоя у нас Иван Грозный в последнее время. Вот Петр сегодня тоже мы про него говорили. Не висит, очень хорошо. Петр не висит, да. Эфир не висит, а Петр Первый... В общем-то, сегодня у нас дата с Петром Первым была связана, я об этом говорил. Вопросов нет. Давайте назовем Иваном Грозным, Петром Первым, как угодно. Вопрос только в одном, чтобы решал это не Жириновский, чтобы решал это не Володин, как у нас произошло с улицей Волжской. В общем-то, хотелось бы, чтобы решали это жители города, в котором, в общем-то, будут проходить эти изменения. Да, вот если бы... Говорят, как решить вопрос с Волжской. Да, вот кто-то хочет Волжскую, кто-то не хочет. Проведите публичное слушание. Говорят, не придет никто на публичное слушание. Да вопросов нет. Вот даже если вы проведете в Саратове публичное слушание по улице Волжской, туда придут 10 человек, хотя я знаю, что придут не 10, придет огромное количество людей. Вот если бы они провели публичное слушание, пришло бы 10 человек. и все 10 проголосовали бы за Волжскую, например, да, и потом люди бы возмущались точно так же и сказали бы, что нам Волжская не нужна, власть могла бы совершенно четко ответить, что мы вам дали возможность в свое время, да, решить, будет Волжская или не будет. Но вы этой возможности не воспользовались. Сейчас, получается, такой возможности даже никто не дает. Вот сейчас Жириновский там предлагает именем Ивана Грозного, Петра Первого или кого-то еще, мне очень нравится. Ну или кого-то еще, это понятно, кого это, Вова Путина, давайте назовем Вову и Путина улицу какую-то, да, он так, ну вот великие фигуры нужно там, Ивана Грозного, Петра Первого, Вовы Путина, ну там или кого-то еще, да, ну мы понимаем, кого еще, Жириновский, все понятно, люди должны решать. В Калуге появился терминал для быстрого заказа молебнов за здравие и упокой, ну интернет-церковь, да, мы уже видели сайт был, да, где можно было отпустить грехи за определенную сумму денег в один клик. Ну, я человек не православный, я не могу давать оценку с точки зрения религии, насколько это правильно, но тоже так в определенной степени 21 век. Хотя понятно, что, наверное, религиозные обряды, они на то и религиозные обряды, что с прошествием лет они не меняются. А вот здесь вот как-то пытаются это перевести на манеру 21 века, не знаю, насколько это правильно. Наверное, есть определенные вещи, которые не нужно трогать, и они будут со временем не меняться. В Шереметьево самолет ушел на второй круг из-за двух лис. Лис, в общем-то, пришлось заходить на посадку не с первого раза, да, то есть кружили над аэропортом по причине того, что на взлетно-посадочной полосе бегали лисы. Очень забавная ситуация, я думаю, Вячеслав Шлаф сегодня вечером об этом расскажет. Ну, понятно, что, конечно, лисы для самолета угрозы особо и не имеют, в плане того, если на него наедут, на лису наедет самолет, ясно, что он намного тяжелее, намного больше, однако есть опасность того, что лису может просто затянуть в двигатель, и это может очень серьезно закончиться. Мы знаем, как отказывают двигатели из-за птиц, да, а тут уж мы говорим о достаточно крупном животном, поэтому пилоты, конечно, этого боятся, и вот я с Вячеслав Шлафовичем на эту тему поговорил, он подтвердил мои, в общем-то, предположения, почему так произошло. Продолжается у нас история с автобусами. Вот вчера я только обрадовался, сказал, что как-то на спад пошла вот эта ситуация с ДТП автобусов. Сейчас опять она пошла по возрастающей. В Забайкалье автобус столкнулся с трактором, есть пострадавшие. Я так понимаю, что это где-то на трассе происходило. Опять мы видим, что, в общем, 30 человек пострадали. Очень крупное ДТП, то есть, к счастью, там разная степень, то есть, жизни людей не угрожает ничего, но, тем не менее, конечно, ситуация неприятная. В Ленинском районе автобус врезался в столб, просто пострадали два человека. Это в Саратове автобус 18-D. В общем-то, я на нем свое время на работу ездил. Автобус выглядит вот так теперь после этого ДТП. Не так давно, кстати, но относительно давно, в августе, наверное, месяце, прямо рядом с моим домом врезался автобус в стену. Очень известная была ситуация, везде об этом писали. Человек вышел на пешеходный переход, на красный свет. Водитель автобуса в последний момент его увидел, потому что он вышел в последний момент, развернулся, потерял управление, врезался в стену. Причем, забавно так произошло, что я проходил прямо мимо этого места и там дошел до дома. Ничего там не было, дошел до дома, открыл ноутбук и читаю, что там произошло. То есть, если бы я на минуту или на две минуты позже проходил, то я бы вот прям прошел по этой точке, где проехал этот автобус, куда он врезался. Забавно, то есть, я так... Хорошо, что я где-то не остановился, шнурки завязать там или кофе попить. В Самаре маршрутка сбила 4-х человек на проезжей части опять. И вот пишут, маршрутка, я не очень понял, почему ее назвали маршруткой, это автобус, достаточно большой автобус. Вот спрашивают, откуда ты знаешь, может быть, трактор с автобусом? То есть, не автобус в трактор въехал, а трактор в автобус. А что меняется? Не меняется ничего, мы видим, что автобусы бьются и бьются постоянно. И в Самаре, да, вот я сказал уже. Сбил 4-х человек. Одна женщина скончалась, жуткая история. И вот знаете, в Волгограде мы слышали несколько дней резонансная история. Трех девочек сбили на пешеходном переходе, я об этом говорил. Кстати, мой дебют был 31 октября, это было как раз, когда я начал говорить про то, что опасность автобусов. Сейчас вот опять в Самаре на этот раз. В Саратове тогда перевернулся автобус, 16 человек пострадало. Сейчас опять в Саратове. То есть, по Волжье почему-то, я не знаю почему, как это связано, но вот именно по Волжье больше всего страдает от ДТП с автобусами. На Алтае, вот не Мерседес, кстати, новость от нашего зрителя, который нам ее прислал. Большое спасибо из Алтая. На Алтае Мерседес насмерть сбил женщину, которая переходила трассу с маленьким ребенком. Опять, я так понимаю, что речь идет о трассе, вообще-то по межгороду ехала Мерседес. Ну, Вячеслав Шлач говорил о том, что, конечно, и мы вот сколько проехали по России, мы видели совершенно не оборудованные трассы какими-то переходами. То есть, в лучшем случае, это где-то зебра. В самом лучшем случае, в, я не знаю, в Подмосковье, наверное, только мы видели светофоры. Больше нигде ничего нет. То есть, люди переходят как хотят, где хотят. И, конечно, люди, которые ездят по трассе со скоростью 110 км в час разрешенной, а некоторые ездят и не с разрешенной, не всегда успевают замечать людей. Ну, как вот бороться с этим? Заставлять людей ездить медленнее? Ну, наверное, не стоит. Наверное, все-таки стоит делать какие-то надземные, подземные переходы, пускать дороги в обход населенных пунктов. Ну, это уже в идеале, да, если мы говорим о дорожном строительстве. Поэтому, не знаю, как... Я думаю, что это можно было бы исправить. Никто не хочет этим заниматься. Александр Куралев нам прислал много новостей. Наш зритель. Большое ему спасибо. И новости все сводятся к тому, что автобусы в Питере бьются опять. Автобусы, но там, к счастью, люди не пострадали. Два или три ДТП с автобусами. В общем-то, мы об этом говорим. Вот, я не знаю. Я, например, для себя решил, что в ближайшую неделю на автобусах ездить не буду. Если мне надо будет ехать куда-то далеко, я лучше потрачусь на такси. А если как бы недалеко... Вот я раньше на троллейбусе ездил, да, из дома вот до сюда, до работы. Сейчас хожу пешком. Потому что как-то я вот лучше пройдусь пешком, даже по холоду, чем... Ну, если видно, если я как бы это каждый день наблюдаю, то, наверное, надо либо в это верить, либо не говорить об этом. Елена Блинова, большое спасибо. Наша зрительница вчера нам присылала новости, сегодня присылает в Новочебоксарске. В Волгу опрокинулся автокран, погиб один человек. Опять краны падают. Если вы помните в плохих новостях, в 21.00 Вячеславович об этом сказал, покажи картину. Ну, давайте, хорошо. Уговорили. Покажу в конце. Картина очень хорошая. Говорили мы о том, что будут продолжаться с... кранами, да, несчастные случаи. И они продолжаются. Будьте осторожны, люди, которые работают на стройке, и люди, которые живут рядом со строительными какими-то объектами, обходите стороной. Как бы верить в это или не верить, но если вот такая статистика, наверное, все-таки нужно обращать на это внимание. В Кузбассе таксист проломил череп клиенту за отказ платить по тарифу. Вчера мы говорили о том, что человек там, по-моему, стрелять начал, да, если я не ошибаюсь, тоже таксист в пассажиров. Ну, что-то вот сгрустнул он. Можно по-разному к этому относиться, но это как раз то, о чем я говорил вначале. Растет социальное напряжение. Почему человек начал бить клиента? Ну, не потому что, наверное, он живодер, негодяй, а были как-то иначе. Ну, кто работает в такси? В такси работают люди, которым, в общем-то, работать больше негде. Они зарабатывают какие-то копейки, кормят на это свою семью, себя. Конечно, работа ужасная, особенно в нынешних условиях. Пробки, дороги отвратительные и так далее. Какую-то копейку он приносит в дом. Тут он, в общем-то, свой заказ выполнил, рассчитывал получить еще какую-то копейку. Человек, скорее всего, ему как-то не очень, мягко говоря, корректно ответил. Я предполагаю, что так произошло, да. То есть, ну, обозвал его как-то, может быть, матом, отказался платить по тарифу. Ну, и вот это социальное напряжение, которое у него есть, оно сыграло, да, и человек получил травмы. Вот спрашивают, при чем здесь Путин? Вот парадокс, даже вот в этой ситуации на Кузбассе один человек проломил другому голову. Путин при чем? Потому что, в общем-то, у человека нет нормальных способов зарабатывать деньги, и ему вот каждые эти 100 рублей, это те 100 рублей, на которые он привезет домой и на которые он будет кушать сегодня вечером. А ему их не заплатили. Ну, значит, вот опять растет социальное напряжение. Почему оно растет? Потому что власть его, в общем-то, подогревает с каждым днем. Падают доходы, растут цены. Все это прекрасно чувствуют, никому это объяснять не нужно. Да, и вот россияне обеспокоены сообщением о маньяке, который отрубает людям руки. Нам тоже прислала это сообщение наша зрительница. В социальных сетях жители поселка Иглина делятся ужасными слухами о том, что якобы в Башкирии орудует маньяк. Неизвестный мужчина не насилует своих жертв, а отрубает им руки. Вот знаете, у нас спрашивают романтические истории. Расскажу вам романтическую историю. В Саратове был, в прошлом, прошлой зимой, была такая очень громкая история о том, как мужчина в поселке Елшанка нападал на людей с молотком. И очень действительно громкая история была, очень громкая, несколько недель. И я, во-первых, тогда работал в журналистике, в такой, как бы, ну, как сказать, официальной журналистике, скажем так. Сейчас я тоже, по сути, журналистом работаю, но неофициальным. И плюс тогда вот наше общественное движение, о котором я вчера рассказывал, тоже занималось этим вопросом, занималось тем, что занималось, занималось, слишком много слов занималось, занималось тем, что мы патрулировали вот этот поселок Елшанка добровольно, по вечерам с добровольцами проводили патрули. Там, может быть, конечно, у нас, как сказать, не такую огромную помощь мы оказали, как могли бы оказывать, но, тем не менее, по своим силам что-то пытались сделать. И я это к чему рассказываю? Я рассказываю к тому, что по факту было только, по-моему, 2. Вот я могу ошибаться, погуглить, если кому-то не лень. По факту было только 2 нападения, то есть мужчина какой-то убил людей молотком, женщин, по-моему, 2 было нападения. Однако, когда мы начали этим вопросом заниматься и спрашивали людей, не видели ли они что-то подозрительное, к нам люди подходили, спрашивали, какие новости, я выяснил такое огромное количество слухов, такое огромное количество выдумок, рассказов, То есть люди, каждый второй рассказывал о том, что он убил там уже десяток человек, и там кто-то уже видел какие-то трупы, у кого-то брат соседа, муж жены рассказывал про какие-то трупы и так далее. То есть люди очень любят накручивать. То есть сейчас вот этот маньяк, отрубающий людям руки, я не удивлюсь, если там уже каждый второй житель поселка этого был собственным свидетелем этого маньяка. На самом деле это не так. Я не знаю, почему это человеческая психология, люди любят себя накручивать, поэтому всегда я говорю, не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие. Как бы это, может быть, парадоксально не звучало. И умейте отделять этот мусор информационный, который сыпется от какой-то реальной информации. Почему такой напряженный? Вроде не напряженный, расслабленный. В Нижнекамске горит завод ТАИФНК, да, я так понимаю, это нефтеперерабатывающий завод. Фотографию я вам покажу тоже это сообщение от нашего зрителя из Татарстана. Так, сейчас я вам обязательно покажу ее. Эх ты, а может быть я не покажу. Нет, покажу. Это нехорошо. Сейчас она куда-то у меня спряталась. Вот так вот там все происходит. Но по последним данным уже локализовали пожар. Очень большие у меня сомнения. Опять-таки я работал в сфере журналистики, не раз был на пожарах. И очень большие у меня сомнения в том плане, что неоднократно я наблюдал, как полыхает огонь, у меня горит там, я не знаю, квартира, частный дом, там ангар какой-то. Я захожу на собственный сайт, ну там, грубо говоря, на который работал, да, и вижу, что там МЧС уже отчиталось о том, что пожар локализован. Вот я стою перед этим пожаром, вижу, что все полыхает, а нам пишут, что пресс-служба уже сообщает, нет, там все локализовали, там что-то тушат, еще чуть-чуть там осталось. Ну, вот сейчас тоже сообщили о том, что там все потушили. И вот мне очень нравится, что написали сначала о том, что прозвучал взрыв, но в МЧС сказали, что это никакой не взрыв, а хлопок. Это тоже такая особенность пресс-службы МЧС. Любой, а не любой взрыв называют хлопком. Обратите внимание, любой взрыв газа. Вот загуглите, сколько было взрывов газа. Если помните, в Рязани, да, не так давно тоже был взрыв газа, там разнесло несколько этажей, мы видели, показывали это видео. Ну, все понимают, о чем я говорю. И там тоже сказали, никого взрыва не было, был хлопок. Ну, я не знаю, что это за хлопки у них, что у них хлопает постоянно в пресс-службе МЧС, но, наверное, все-таки эти хлопки, это не хлопки, а взрывы. Так, товарищ, не убегай, не убегай. Сейчас я тебя забаню, не спеши. Молодец. Так, 2 ноября, рано утром в Барнауле, произошло возгорание цеха Алтайского моторного завода. Тоже от нашего зрителя сообщение. Продолжаются пожары, пожары 200 квадратных метров. Полностью локализовать огонь удалось только спустя час. Ну, значит, читайте, что 3 часа они тушили. В лучшем случае, да, в 4 часа утра, там, половина пятого произошло возгорание. 26 человек личного состава тушили. Достаточно серьезный пожар. То есть, видим, что начались пожары на заводах. Кстати, давно мы не слышали о пожарах на заводах. Вот, пожалуйста, началась новая волна. В Краснодарском крае об этом многие писали. Произошел пожар, четверо детей попали в больницу. Опять дети, опять горят. Уже каждый день об этом говорим. Вот что еще нужно говорить, чтобы кто-то на это обратил внимание. Зима, зима близко, да, как в Игре Престолов, конечно. Конечно, зима близко, и поэтому холода наступают, пожары начинаются, потому что не везде есть центральное отопление. Где-то его специально отключают, там, из-за всяческих долгов. Мы недавно об этом говорили, вчера, по-моему, или позавчера. Вот. Люди греются под ручными материалами. Дома деревянные, как правило, да, и ничем, естественно, не обработанные. Пожарные ездят в некоторые отдаленные села и деревня, там, по несколько часов. Ну, вот, в результате мы получаем такие результаты. Добрый вечер. Кто-то только подключился. Добрый вечер. Да, оставшееся семейство отравилось угарным газом на Алтай. Опять от алтайского нашего зрителя. Новость. Опять продолжается, в общем-то, газ. Но каждый день одни и те же новости. Вот вы говорите, что новости у нас одинаковые, вот некоторые пишут. Но это не у нас новости одинаковые, это новости в России одинаковые. ДТП бьются люди в невероятном количестве, там, тысячами. Я не знаю, там, я прочитал недавно отчет, что 40 тысяч человек гибнет в России. Да я не знаю, даже если мы просчитаем все то количество сообщений в СМИ, которые доходят до СМИ, сколько гибнет людей, там, десятками ежедневно, какими-то десятками, сотнями ежедневно гибнут. Вот в одном только ДТП, там, по 10, по 15 человек погибают с участием автобусов. Да, иногда такое бывает. Это, к счастью, не каждый день, но тем не менее. То мы можем просчитать, сколько это в год. Да, сколько информации не доходит до средств массовой информации. Огромное количество, просто невероятное. ДТП, пожары, в которых тоже так же гибнет огромное количество людей. И газ, который либо взрывается, либо происходят утечки, либо что-то еще. Ну, вот говорите, одни и те же новости. Одни и те же новости в России, потому что вот подростков, которые напали на семью в Новосибирске, взяли под стражу. Вчерашняя история абсолютно жуткая, она продолжает обрастать подробностями. Вчера я об этом говорил, если кто-то не смотрел вчерашний эфир, он был очень хорошим. Он мне понравился, это первый эфир, который мне понравился. Мой, в смысле, я имею в виду. Но их пока только два с половиной, да, сейчас третий идет. Я об этом подробно говорил, выставлял даже видео, пока нас еще не забанили за то, что я выставил это видео. Но оно вроде без авторских прав, поэтому все хорошо. Они не должны нас забанить за это. Я думаю, что мы узнаем еще много подробностей и взяли их под стражу. Следовательно, будет какое-то судебное дело, решение. Я думаю, что и на суде мы тоже услышим много подробностей. И судебно-психиатрическая экспертиза будет проходить, естественно, над этими подростками. Посмотрим, к чему она придет. Естественно, подростки не в себе. Это очевидно, насколько они вменяемые. Я думаю, вменяемые. Я не эксперт, но я думаю, что все-таки они отдавали себе отчет, что они делают. Но то, что у людей какой-то врожденной проблемы с психическим состоянием, это очевидно. Но потому что 16 лет, люди пришли резать бабушку. Наверное, это все-таки нормальные люди так не сделают. Да, отвлекся на чат. Говорят, на чат не отвечаю. Давайте в конце поотвечаю. Прямо сегодня буду вам отвечать до победного. Про чат тоже скажу в конце. В Волгограде уволили начальницу дворников, которые собирали листву в российский флаг. Ну, по-разному люди к этому отнеслись. Ну, я ожидал, естественно, этой новости. Начальницу дворников я не очень понял, почему уволили. Я не думаю, что она давала какой-то приказ, там, да, распоряжение собирать листву во флаг. Но собирали в то, что было под рукой, да, нашли где-то этот флаг, решили собрать в него. Конечно, это неправильно. По-разному можно к этому относиться. Но сказать, что это правильно и хорошо, давайте все собирать во флаг мусор, там, листву какую-то. Наверное, неправильно. Уволили человека, насколько это правильно, но тоже не знаю. Но это ожидаемо. Насколько это правильно, не знаю, но это ожидаемо. Да, очень интересная новость. В Екатеринбурге официально объявили эпидемию ВИЧ. И вот по-разному можно относиться. Опять это сегодня какая-то такая фраза дня. Почти 2% населения заражены ВИЧ. Во-первых, как-то меня смущает, я не врач, но меня смущает формулировка эпидемии ВИЧ. Что значит эпидемия? Она, смысл, воздушно-капельным путем передается или что? И как они бороться-то бороться с этой эпидемией? Ну, я понимаю, там, когда эпидемия гриппа, да, ну, можно... Ну, не знаю, вот это странная формулировка эпидемии ВИЧ. И тут же, вот что еще более странно, тут же эпидемия ВИЧ в Екатеринбурге не объявляли. Это Минздрав Екатеринбурга сказала. То есть, говорят, 26 639 случаев ВИЧ-инфекции, что составляет 2% населения города. Но никакой эпидемии нет. Это все нормально, всегда так было, все хорошо. Ну, насколько это хорошо, не знаю. А вот на закупке препаратов против гепатита и ВИЧ выделено 2 миллиона... 2 миллиарда, правда, конечно, 2,2 миллиарда рублей из госбюджета. Это на все регионы 2,2 миллиарда рублей. Мы видим в Екатеринбурге ужасные ситуации, слышим в других городах, конечно, ВИЧ опять как-то накинулась, да, на Россию, скажем так. Эпидемия, я не знаю, можно ли называть это эпидемией, но, наверное, давайте называть так, раз Минздрав так это обозвал. 2,2 миллиарда рублей. Но я хочу напомнить, что у нас в Москве в следующем году потратят 7 миллиардов на новую плитку, да, Собянинскую. 7 миллиардов на плитку в Москве и 2,2 миллиарда всем регионам на борьбу с ВИЧ-инфекцией. Но можете делать вывод сами. Жители Москвы, жители Екатеринбурга, жители других городов, в которых, в общем-то, ВИЧ это серьезная проблема. Вот давайте мы с вами, наверное, решим, как-то, может быть, изменим. Давайте 2 миллиарда дадим Собянинской жене, да, которая там занимается плиткой, а 7 миллиардов дадим регионам на борьбу с ВИЧ. Я думаю, это будет более правильно. Это приоритеты, это вот приоритеты, в общем-то, российского правительства, да, то, что плитка, которую жена Собянин производит, она более приоритетна, чем здоровье граждан. Сдавал ли я тест на СПИД? Я сдавал кровь много раз, ну нет, не много раз, я там непочетный донор, хотя у меня значок есть. Сдавал кровь, я думаю, что если бы у меня был СПИД, я бы об этом узнал. Но именно на СПИД не сдавал. Как отношусь, если кто-то спросит к всевозможным добровольным тестам на те или иные заболевания, я никогда в жизни не сдавал, хотя в свое время я очень часто был у врачей, в смысле на постоянных проверках, да, ну не в смысле того, что болел, просто мне надо было получать постоянные справки о том, что я здоров, и я всегда проходил полную медкомиссию, никогда у меня там за некоторыми исключениями не было проблем со здоровьем. И уж тем более никакими СПИДами, ВИЧами я не болел. То есть я нормально к этому отношусь, если кто-то скажет, там, пойдем сдадим тест на СПИД, да, без проблем, в этом я, к счастью, спокойно уверен. Так, в Тульской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели урожая, и вот тут я вообще ничего не понял. Путин у нас везде накричит, что мы всех наконец-то там победили, да, что у нас больше всех урожая в мире, хотя это, естественно, не так, а вот в Тульской области ввели чрезвычайную ситуацию из-за того, что урожай погиб. Но он и будет гибнуть, для тех, кто не знает, об этом уже даже по Первому каналу, вот недавно я остался свидетелем, по Первому каналу целую передачу посвятили тому, что у нас огромное количество урожая, большое количество зерна, пшеницы и так далее, в общем-то, и даже кукуруза сейчас вроде как на подъем пошла, но ее некуда девать, то есть логистика абсолютно уничтожена, то есть те фермеры, которые имеют урожай, они также, в общем-то, недовольны этим фактом, как и те, кто не имеет, потому что его некуда девать, и этот урожай гибнет. Люди, которые, вот, кстати, фермеры, я знаю, что нас смотрят фермеров большого количества, по четвергам мы будем делать прямые включения, как я уже говорил, давайте поговорим с каким-нибудь фермером. Мне было бы очень интересно услышать авторитетное мнение человека, который понимает, что такое урожай, куда его девать, да, что его надо не только собрать, но еще и реализовать. Было бы очень интересно услышать, если кто-то имеет контакты, давайте без проблем устроимся. Пишите на электронную почту или ВКонтакте. Сергей, поздравь, пожалуйста, Татьяну Осипову с днем рождения из Ильинки, Бурятия. Это та самая Ильинка, где у вас там руки рубят? Девушка против системы, она очень смелая. Девушка против системы, это хорошо. Вообще люди против системы, это хорошо. Поздравляю с днем рождения. Всего вам самого хорошего. Я надеюсь, в общем-то, в 5.11.17 мы с вами будем вместе. Не надеюсь, я в этом уверен. И дальше будем с вами не против системы, а строить новую систему. А вот хоккеисты Кристалла пригрозили прекратить тренировки с 3 ноября из-за задержки зарплаты. Интересная ситуация, я об этом вчера говорил. Понятно, что Кристалл рано или поздно умрет, потому что никто этим вопросом заниматься не будет. Но я хочу напомнить о том, как у нас Кристалл вернулся в высшую хоккейную лигу. Я вчера говорил о том, как он из нее ушел, как мы даже акцию протеста устраивали в Саратове, из-за которой там все успели поругаться, потому что кто-то не хотел вставать в один ряд там с нацистами, с фашистами, да, с нацистами и фашистами. Кто-то не хотел вставать там с какими-то болельщиками. Ну, в общем, ладно, это классическая история. Речь идет о чем? Как только у нас Кристалл вернулся в высшую хоккейную лигу, у нас прошел суперматч. Он назывался Кристальный матч. Вот я на нем присутствовал. И в Кристальном матче принимал участие Валерий Сараев. Это наш самый главный хоккеист. Сейчас я вам его покажу. Очень он вам понравится. И вот, знаете, я не фотограф, на фотографии занимался. Ну, так, как бы, имею представление общее. И я так надеялся, потому что я был на этом матче, и он у меня вызвал столько эмоций, в смысле, этот матч. Я вам сейчас расскажу, почему. Но я сначала хочу вам показать. Вот Валерий Сараев. Выглядит он вот таким образом. Он наверняка вызовет у вас смех, ну, или как минимум улыбку. Но я вам сейчас расскажу. Ну, в общем-то, вы поняли. Вот очень жаль, я говорю, почему я начал с того, что я фотографией занимался. Очень жаль, что никто его в профиль не снял, да, в полный рост в профиль. Потому что это абсолютно парадоксальная ситуация. То есть у дядечки такое брюхо, что он мог вообще, в общем-то, не кататься на коньках. Его могли так колобка просто пускать по льду. И он сбивал бы соперников. Такой керлинг с помощью Валерия Сараева. И все бы посмеялись, сказали, вот зачем мужик вышел. А я вообще, мне его было одновременно жалко, когда я смотрел за этим матчем. И мне одновременно было, как-то я какую-то определенную гордость испытал за Сараева. Вот серьезно, его никто не любит, и я его не особо люблю. Но я испытал гордость, потому что взрослый мужик, толстый мужик, ну, давайте по чесноку, да, с пузом, с брюхом, не спортивной формы. Жиробас вот пишет, да, согласен. И на коньках, и при этом он не постеснялся. Ну вот человек, конечно, он мог отказаться, он мог какого-то заму послать, он мог этим вопросом не заниматься. А тут я видел, как он мучается, как он там еле дышит. Вот вышел, три минуты покатался, залез на скамейку и там чуть-чуть не умирает. И я проникся в уважение к этому человеку. Я вот, если бы меня сейчас послали там куда-то, я не знаю, на тяжелую атлетику, да, на показательные даже выступления по тяжелой атлетике, но я бы, наверное, отказался. А тут чувак не отказался. И в этом поучаствовал. Вот за это я как бы определенную долю уважения к нему получил. Ну, потому что, ну, мог он как бы сказать, да нет, я там посижу, вон покушаю где-нибудь в хорошем ресторане. А нет, поехал. То есть ему было не стыдно показаться смешным. Он всех порадовал, все над ним ржали, он падал, он там вставал куда-то, очень как-то криво катался, но не постеснялся показаться глупым. Это классно, это здорово. И вот главой Саратова избран Валерий Сараев. Как раз-таки к предыдущей новости. Ну, вот главный наш хоккеист Валерий Сараев теперь будет новым главой города. Да, сегодня, я так понимаю, этот вопрос решился. Я не следил за, вот, спрашиваю, следил я за этим процессом, не следил за выборами. Для меня это было совершенно очевидно, что Сараев следующий, в общем-то, глава. Но почему? Потому что раньше у нас всегда было два лагеря. Это городской лагерь Грищенко Олега Васильевича и лагерь Радаева. Да, то есть Сараев это человек Радаева, никому не нужно об этом говорить. А Радаев это человек совершенно 100% Володина. Да, и поэтому все-все... А сам-то играл в хоккей. Я, знаете, как вам скажу, я в детстве, ну, как сказать, играл в хоккей. Ну, у нас вот детский стадион был в детском парке. Я катаюсь на коньках. Давно, кстати, очень давно не катался, но в детстве катался. Играл в хоккей. Мне один раз шлепнули шайбы по правому колену, вследствие чего я не вставал с кровати, наверное, неделю. Там достаточно серьезные травмы я получил. Потом расходился и ничего, в принципе. А потом этот колен доломал через несколько лет. Поэтому с хоккейом у меня как-то не сложилось. Хотя я неплохо, кстати, играл. Может быть, я не очень, как сказать, толстый, как Валерий Сараев. Да, я, может быть, там бортовать людей не смог бы, но у меня длинные руки. В общем-то, я мог с клюшкой управляться. Да, я вот хотел классную вам картинку показать. Вот с того самого матча, о котором я говорил, товарищеского. Там участвовало правительство, не только один Сараев, правительство Сарацкой области против, значит, болельщиков. Но болельщики, я так понимаю, были там какие-то такие, очень относительно, какие-то журналисты, какие-то еще болельщики. И в конце все это дело закончилось дракой. Вот такой прекрасной дракой. Я был свидетелем этого. Ну, конечно, это никакая не драка. Повеселили людей, там повалялись. Но мне было интересно, если бы как-то вот, я не знаю, обойти этот фейс-контроль. И туда действительно, если бы пролез какой-нибудь настоящий болельщик, да, то есть притворился бы, что все нормально, мы сейчас с вами здесь товарищеский матч, а давайте там товарищескую драку устроим, чтобы посмеяться. И потом в конце бы начал там реально мутузить кого-то, да. Никто бы не понял, все бы подумали, наверное, это смешно, там кто-то веселится, а он бы начал реально всех мутузить. Ну, так не произошло. Поварялись там, посмеялись. Длинными руками волейбол. Волейбол играл в школе. Борьба на льду. Да, это вот оттуда матч удался. Но это было смешно. Это было смешно. В жопу хоккей. Хорошо, поехали дальше без хоккея. Работников автоваза призвали стучать друг на друга за неэтичность. Очень забавная новость. На последней неделе в автовазе появились официальные листовки, которые призывают работников жаловаться друг на друга в случае, когда у них появляется хоть малейшее подозрение в нарушении, принятого заводом кодекса этики. Я вот не нашел этот кодекс этики. Я очень хотел почитать. Если кто-то с автоваза, я, кстати, знаю, что нас с автоваза смотрят, пришлите нам анонимно. Я не буду говорить, кто прислал. Пришлите нам этот кодекс этики. Мне очень было бы интересно почитать, что там нельзя, в общем-то, делать, и за что на вас будут стучать ваши коллеги. Ну, или не будут стучать. Я думаю, конечно, никто никого не будет стучать, потому что если там запретили ругаться матом и там, я не знаю, ковыряться в носу, я думаю, все будут продолжать ругаться матом, ковыряться в носу и друг друга, в общем-то, прикрывать. Но это классика, это рабочая солидарность такая. В Петербурге проезд в метро подорожает на 10 рублей. Полтарченко об этом сообщил. Я так понимаю, что это с Нового года произойдет. Но Полтарченко пообещал, что проездные билеты при этом подорожают незначительно. Максимум на 7,7%. Но я не знаю, как Полтарченко 7,7% значительно это или нет. И вот я даже, знаете, не против. Я вот не в Петербурге живу, но вот я не против. Пусть он подорожает на 10 рублей, даже если бы я жил в Петербурге. Пусть даже на 20 или на 30, если бы эти деньги куда-то пошли. Если бы мы увидели ремонт станции. Если бы мы увидели, что составы приходят в нормальный вид. У нас в Москве большое количество сторонников, которые работают в метро. И они говорят, что они вообще не ездят в метро. Потому что им страшно ездить в метро. Потому что они понимают, что происходит в метро. Движение на салатовой ветке метро в Москве остановилось из-за сломанного поезда. Все написали, что у него там что-то с дверьми случилось. Они то ли перестали открываться, то ли перестали закрываться. А вот наши соратники, не буду говорить откуда, ну из Москвы, естественно, из метрополитена, не буду называть их контактные данные. Нам написали, что там задымление было. Что в поезде там было сильное задымление. И вот я не знаю, что должно произойти, чтобы наконец-то кто-то обратил внимание. Мы уже не первый раз за этот год видим задымление на станциях, в поездах, уже огромное количество вот этих вот сигналов, да, и никому нет до этого дела. Но мы дождемся, и не хочется об этом говорить. Потом скажут, что я на Карково или что-то еще, и мне самому некомфортно, потому что я понимаю, у меня не возникает вопроса, да, что это должно произойти. Пожар в метро, это должно произойти. Это произойдет в ближайшее время. И всем пофигу. Мне не пофигу, всем пофигу. Ну что надо, что нужно сделать, скажите мне, чтобы кто-то обратил на это внимание. Ну или как, или у нас опять сейчас умрет там какое-то количество людей, погибнет в этом пожаре, и приедет туда Путин, опять там всех накажет, кого-то посадит, и все будет продолжаться в том же духе. Там что-то покрасят, что-то подкрутят, и все в том же духе будет продолжаться. Метро Московское срочный ремонт требует, капитальный причем ремонт, как подвижного состава, так и состояние станции. Причем не вот этот ремонт, который они провели на Бауманскую, это просто от кричащих тай-тай, у меня сердце кровью обливается. Я обожаю Московское метро, это для меня вообще такое отдельное место. И когда я вот на эти отремонтированные станции, Бауманская и так далее пришел, я увидел, что они отломали весь мрамор, который там был, все вот эти брельефы советские, которые были, и какими-то пластиковыми там, пластиковыми вот этими каркасами. Вот здесь у нас такие же пластиковые каркасы, которые копейки в обе там, я не знаю, на Алиэкспрессе. Они их за 50 рублей заказали и забили стены этими пластиковыми каркасами. Руки поотрывать и повесить на этих стенах. Вот там человек отрубает руки. Вот над этим мудакам руки отрубать и вешать их на входе в метро, чтобы все видели, чем это будет заканчиваться. СМИ узнали об удвоении тарифов Платона к лету 2017 года. Отличная новость, она меня очень порадовала. Без обид наши зрители дальнобойщики, я знаю, что у нас много дальнобойщиков смотрят, не хочу вас обидеть, но вот эти дальнобойщики, которые там в конце прошлого года выходили с митингами, там Путин, защити нас от Ротенберга и так далее, и там всевозможные федоровские дальнобойщики, Федоров уже там себе тоже часть дальнобойщиков оттянул, мы будем там бороться с пятой колонной, Путин нас спасет. Ну вот Путин вас спасает. К лету 2017 года уже 3,6 будете платить. Ну, что там, не знаю, к зиме 2018 года там будут 6,6 платить. Ну, конечно, не будут, потому что 5-11, но тем не менее. Ну, это было очевидно, что будут удвоения, утроения. Сейчас мы в скором времени, скорее всего, услышим, что какие-нибудь газели, да, которые сейчас не попадают под этот платон тоже, автобусы и газели, потом легковые машины, потом будем измерять нагрузку каблуков, да, на асфальт. Каблуки тоже на асфальт давят, уничтожают дороги, ай-яй-яй, надо все, кто ходит в каблуках, надо всех оплачивать. Снова могут выйти дальнобой. Ну, блин, вот если они выйдут как бы с политическим требованием, вы понимаете, тогда, может быть, будет какой-то смысл. Если опять выйдут в плакат «Путин спаси нас от Ротенбергов», ну, блин. А вот в Киеве, тоже к вопросу о метро, в Киеве мужчина вез ручной гранатомет в метро. Совершенно очевидно, с ручным гранатометом по улице идти неудобно, как минимум, он тяжелый, всех это удивило. Это шутка, конечно. Противотанковый гранатомет он вез в метро и патрон один. Причем, я так понимаю, патрон 70-62. То есть он его собирался в гранатомет, что ли, запихивать? Не знаю. Странная история. Ну, может быть, не странная, конечно, эхо войны, да, как говорится. Ничего удивительного. У нас в России тоже, вон, людей там на БТР, помните, поймали? Кто-то угнал БТР, на БТР поймали, катались, веселятся ребята в Москве. Эвакуировали поликлинику из-за снаряда времен Великой Отечественной войны. И вот я так задумался, забавная ситуация. Вот представьте, по какой-то причине кто-то сообщает в полицию, например, о каком-то бесхожем, там, я не знаю, коробке какой-нибудь в больнице. Приезжает полиция и выясняет, что там взрывное устройство, что это теракт потенциальный. Они его там, в лучшем случае, разминировали и так далее. Нужно что-то сказать, связь с информацией, почему произошла эвакуация, почему там саперная группа. Ну, снаряд времен Второй мировой там где-то откопали во дворе, да, и все, и никто это проверять не будет. Я, кстати, сомневаюсь, что в этом случае произошло так. Я верю, что там был снаряд времен Второй мировой, но вот это очень такой хороший способ. Все потенциальные какие-то проблемы списывать на снаряды. Эхо войны и все, и нашли снаряд. Особенно во всяких больницах, поликлиниках. Люди туда зашли, саперная группа, и что они там делают? Снаряд они там нашли, или они там террористов в коморке нашли, или что-то еще. Мы об этом никогда не узнаем. Да, вот нам прислали, я в самом конце, последнюю новость из Нижегородской области. Покупателям сети магазинов запретили обслуживаться, если в чеке товаров меньше, чем на 200 рублей. То есть, если вы хотите прийти в магазин, то вы, как минимум, должны купить на 200 рублей. Мы это не первый раз слышим, и не второй, и не третий. То есть, это определенная волна, она будет продолжаться. Бойкотировать надо такие магазины, не просто бойкотировать, надо устраивать какие-то акции протеста. Я не знаю, но я не буду говорить, какие акции протеста, я думаю, что люди сами поймут. Но, конечно, нельзя оставлять это вот так спокойно, да, потому что это, конечно, кощунство, это отвратительная ситуация. Мы помним, как, я знаю, причем из достоверных источников, когда были теракты в Москве, если помните, в аэропорту, да, у станции метро, таксисты резко вскрутили цены, то есть, стояли специально вот у места, где, в общем-то, произошли теракты, и вскрутили, в общем-то, цены на свои услуги. Но приехали определенные люди и надавали им по щам. Я это причем сам знаю, я знаком с этими людьми, то есть, они просто избили этих таксистов, и следующие таксисты почему-то решили так не делать. Ну, я, конечно, не призываю избивать, там, кассирш каких-нибудь, да, но нужно, в общем-то, объяснить людям, что так делать нельзя. Да, ну давайте на вопросы поотвечаем. Вот говорят, что на вопросы не отвечаю, чат игнорирую, поотвечаем на вопросы давайте. Спрашивают завтра четверг, будет ли кто-то в студии. Хороший вопрос. Мы готовимся к русскому маршу, в пятницу русский марш. В Москве его, кстати, я так понимаю, все-таки официально согласовали. Сегодня в 21.00 мы об этом скажем. Поэтому в Саратове будет русский марш, напоминаю, 4 ноября в 14.00 у памятника борцам революции 1905 года на пересечении Рахова и 2-й Садовой. Завтра я постараюсь кого-то пригласить в студию, думаю, что получится. Так, давайте, окей, провокационные вопросы. Сережа, ты постоянно критикуешь заколи, принимаемые думой. Ну, допустим, ладно, не буду спорить. Они хотят принять закон в твою пользу ботаники против боксеров, ведь ты по виду ботан. Я абсолютно точно не ботан, по крайней мере, в том представлении слова, которое я в это вкладываю. 100% я не ботан, ну, может быть, не боксер, конечно. Не знаю, кстати, о каком законе вы говорите. Вот сейчас погуглю, меня заинтересовали. Сережа, что главное в моей жизни? Наверное, это вам решать, что главное в вашей жизни. Хотят ввести налог на сбор грибов и ягод. Как я слышал об этом, уже ввели там какие-то штрафы за сбор хвороста в лесу, да. Причем это не шутка, это действительно так. Ну, мы говорили о том, что новая дума станет палатой выдумщиков налогов. Только этим они и будут заниматься. Сергей, ты заинтересованно говорил о ВАЗовском кодексе. Теперь также о потребительской эксплуатации и ее бойкоте. Ты действительно националист или левый? Во-первых, мне вообще так, как-то в последнее время, я раньше тоже уподоблялся вот этим моментом. Кто там правый, кто левый. Причем, вот посадите сюда 10 правых или 10 левых, и они здесь передерутся, потому что будут выяснять, кто правее, а кто левее. И скажут, что вы неправильные левые, мы вот правильные левые. Я не люблю эти разговоры. Мы видим, что протест в самом своем таком сакральном смысле в России, он перестал иметь какую-то подоплеку политическую, парадокс. То есть в 13-м году были там либералы, были националисты, были какие-то неокоммунисты, и вот все там друг с другом грызлись. Я это очень хорошо помню в Москве, и в Саратове, и во всех крупных городах. Сейчас мы видим, что этого не происходит, да, потому что и коммунисты, и националисты, и либералы, и я не знаю, кто там, анархисты, и кто угодно, они все ездят по одинаковым дорогам, мы все с вами ходим в одни и те же магазины, мы все с вами платим одни и те же тарифы жилищно-коммунального хозяйства, да, то есть за ЖКУ. Поэтому я не думаю, что есть смысл как-то вот сейчас разделять людей. Есть люди адекватные, есть люди неадекватные. Есть люди готовые бороться за свои права, и люди не готовые бороться за свои права. Если вот к тому, что там потребительская, как-то вот формулировку я забыл, ну вот по ситуации с этими магазинами, ну это просто человеческая наглость. То есть я думаю, что левые скажут, что это человеческая наглость, и неправильно, что правые националисты скажут, что это человеческая наглость. Сережа, если бы у тебя был один патрон, застрелишь любого, и ничего тебе за это не будет, кого бы ты грохнул? Хороший вопрос. В разных ситуациях я бы по-разному поступил. Это такой, я не готов, вот как-то я бы пошутил сейчас искрометно, но у меня как-то ни с какой искрометной шутки в голову не пришло, а серьезный вопрос требует серьезного ответа. Сергей, а почему не сделаете качество картинки хотя бы 720? Что в Саратове инет плохой? Я вам открою страшную тайну. Инет плохой везде, в смысле в России. Я вот раньше занимался интернетом, в смысле, ну, в интернет-компании работал недолго, совсем раньше, совсем раньше. И я вам могу сказать, что в России вообще нет нормального интернета, все то, что в России называется нормальным интернетом, это интернет уровня 2005 года где-нибудь в Японии. То есть, если вы посмотрите, какие сейчас скорости в Японии у интернета, то они там терабайтами измеряются в секунду. Ну, может быть, там не терабайтами, да, но очень большие скорости нам такие даже не снились. А вот в этом месте, где мы находимся, вот за этой спиной спрашивают, где Мальцев. Вот за этой спиной, вот стеной, там у нас другое помещение, где Вячеслав Ильич сейчас готовится к эфиру, где наш фон привычный и так далее. Вот в этом помещении у нас вообще нет централизованного интернета, у нас здесь везде свистки, ну, интернет-модемы, да. На 3G-модем до 7,2 разгоняется 3G-модем, ну, и там до 20 с небольшим 4G. И то это ложь, я могу сказать, даже в Москве они до такой скорости практически не разгоняются. Это, во-первых. Во-вторых, у нас картинка, вы сами понимаете, дело не в картинке, то есть у нас ничего не происходит, у нас статичная картинка. Ну, мы сейчас поставим там 1080, вы хотите рассматривать все, там, я не знаю, морщины на моем лице, искать седые волосы на моей голове, но, я думаю, это не самое важное. Сережа застрелил бы Мальцеву, чтобы самому вести плохие новости. Нет. Нет, никогда. Вообще, это такая вот сложная история. Кто-то почему-то всегда думает, что я хочу какой-то славы, что я куда-то лезу в какой-то экран. Я всегда стараюсь куда-то всегда за кадром оставаться, и... Ну, я не буду оправдываться, зачем, просто те люди, которые меня знают, они знают мое отношение к популярности, да, популярность это вообще как дым. Завтра ты забудешь мое имя, я сомневаюсь, что ты его сейчас знаешь. Оптоволокно в хату введите. Знаете, сколько будет стоить оптоволокно в это помещение? Я вам сейчас скажу. Ну, наверное, порядка 300 тысяч рублей. Ну, я лучше куплю 300 тысяч модемов. Да, напишите, мне вот интересно, напишите, как вам фон. Давайте вот, вот, аутентичный телефон, прямая линия ФСБ. Вот здесь у нас будет классная лампочка, я ее завтра куплю, вы увидите, она необычная. Напишите, вот здесь нам оставаться, вот это меня очень волнует. Здесь оставаться или возвращаться на привычный черный фон. Картина. Да, сейчас я вам покажу картина. Что по авторским передачам Миронова, Белковского, это ДНР подготовки Миронов. Мы с ним сейчас пытаемся выйти на связь. Вот сегодня, я думаю, мы выйдем на связь. Я постараюсь его вывести в плохие новости. Не обещаю, что сегодня. Скорее всего, не сегодня. Не сегодня, давайте вот так. Фон классный. Еще тогда напишите, не темно ли. Вот картинку я немножко изменил, цвет коррекцию сделал. Ну, громкое слово, цвет коррекцию. Напишите, не темно ли, нормально ли. Я вам сейчас, давайте как сделаю, чтобы вы понимали, в чем разница. Вот так или вот так. Ну, я думаю, что вот так, наверное, получше. Потемнее или посветлее? Напишите. Да, по Белковскому, по Белковскому ничего не могу сказать. По Миронову выведем в плохие новости в ближайшие дни. В смысле, в эфир пообщаются Вячеславович с ним. И я думаю, что мы как-то наладим контакты. И, в общем-то, будем какую-то передачу, может быть, не ежедневную, но тем не менее. Портрет Николая Второго повесил. Ну, я не фанат Николая Второго. Тут, кстати, есть портрет Мальцева. Вот там вот. Вы его не видите, он за кадром. А давайте я вам покажу. Вот так он выглядит. Это наш соратник Олег Лимановский сделал, которого вы видели в эфире. Такой поп-арт. Да, это, по-моему, называется, если я посветлее, потемнее, потемнее, посветлее, светлее лучше, темнее лучше, светлее. Ясно, нету единогласного решения, но будем, в общем, темнее, темнее, светлее. Ну, вот такой вот портрет я вам показал. Светлее, темнее, не темно. Светло, темно, потемнее, посветлее. Отлично. Все, отлично, мне нравится. Ну, давайте к каким-то вопросам опять перейдем. Верю ли я, что все получится 5-го, 11-го, 17-го? Я, знаете, тот человек, который я бы не занимался тем, чем я занимаюсь, если бы я не верил. Ну, какие другие аргументы, вот почему я здесь сижу и с вами общаюсь? Денег мне за это никто не платит, там, каких-то баснословных огромных, чтобы я за деньги это делал. Ради идеи, естественно, может быть, это глупо, примитивно звучит. Верю, верю. И не верю, я знаю. Я знаю. Я понял, что единогласного решения светлее или темнее нет. Давайте. Референдум пишет, референдум. Давайте, кстати, а почему нет? Я повешу опрос в группе. Вот сейчас закончим трансляцию. Я повешу в группе опрос. Группа у нас в описании под видео, группа ВКонтакте. Повешу опрос и давайте решим, потемнее или посветлее. Давайте к вопросам вернемся. Болдырев негативно высказался вчера по поводу Мальцева. Я вчера тоже, мы это слышали в прямом эфире, в плохих новостях. Я не слышал Болдырева. Если посмотрю, услышу, тогда что-то готов, буду комментировать. Русский марш в Саратове покажите в Перископ. Давайте подумаем. Сергей, мы писали вам на почту, чтобы вы рассмотрели наш проект в Дребезге. Кстати, очень хорошее название, мне очень нравится. В Дребезге, блин, какое классное название. Серьезно, без шуток. Арт-подготовка по-брянски. Не смотрели. Не смотрел на почту, если вы имеете в виду на мою почту периферийного зрения. Заходил последний раз перед началом трансляции, после посмотрю. Если на какую-то другую почту кидали, то скиньте на мою почту периферийного зрения. Я посмотрю обязательно. В Дребезге классное название, мне нравится. Один день потемнее, один посветлее. Все, какая вот серьезная тема. Мальцев старый маразматик, ты молодой и здравомыслящий. Какая революция какая. Русская народная. Я молодой и здравомыслящий, именно поэтому я вижу и понимаю, что вы прикалываетесь, вы думаете, что Путин вечен, что вот это вот все будет продолжаться, там сколько еще, 20-30 лет сколько. Ну, нет. Не будет это продолжаться, ни 20, ни 30 лет. Короче, все понятно, обычная пустолайка и никаких конкретных людских поступков. Олег, так, сейчас я не вижу, как тебя звать, Олег, Олег Перваков. Олег Перваков. Вот я тебе объясняю про конкретных людских поступков. Ну, ты пиздобол, Олег Перваков, я понимаю, конечно. Знать не знаешь, кто я есть. Ты, естественно, ни разу не заходил ни на мою страницу ВКонтакте, не смотрел наверняка ни одной предыдущей трансляции. Вот я тебе объясняю, Олег Перваков. Приезжай в Саратов. Вот здесь есть прекрасное место в Саратове, 5-я дачная. Там есть Андрейские пруды. Вот ты свою ленивую жопу, Олег Перваков, можешь там погреть. Там лес, там озеро, там пруды, вернее, Андреевские. Вот, Олег Перваков, если бы ты год назад, ты там не мог свою ленивую жопу греть. Да, почему? Потому что, как это, пустолайка Сережа, пустолайка, он вместе с общественниками и экологами саратовскими воевал за эту пятую дачную и за Андреевские пруды. И предотвратил, может быть, не один, но сделал очень серьезные действия к тому, чтобы предотвратить вырубку там двух с половиной тысяч деревьев. И вот сейчас ты можешь там свою ленивую жопу греть, а вот если бы пустолайки Сережи не было, то, наверное, бы ты не мог свою ленивую жопу там греть. Поэтому приезжай и грей. Был ли я в Казахстане? Не был. Кстати, до Казахстана тут ехать два часа, но я не был, я просто не знаю, что там делать. Меня тут зовут в Польшу в декабре, такой спойлер. Есть определенные сложности с этим. Наверное, нет. Наверное, я не приеду. Это такой ответ, кстати, нашим зрителям. Там человек смотрит, наверное, не приеду, но если что-то изменится, то изменю свое мнение. В скором времени буду в Казани в течение нескольких недель. Если кому-то будет интересно, давайте устроим встречу в Казани. Это будет, скорее всего, в будние дни. Может быть, проведу передачу из Казани, людей приглашу. Я, может быть, не Вячеслав Мальцев, может быть, не всем так интересно со мной общаться. Я не ожидаю, что там тысячи людей придут, но если придет 10 человек, попьем чаю, пообщаемся, и все будет хорошо. Про Казахстан скажи. Что сказать про Казахстан? Про Казахстан сказать ничего не могу. Могу сказать про казахов, которые огромное количество в Саратове. Кстати, вот с казахами каких-то таких проблем, прям проблем. Но я давно не слышал, чтобы казахи на кого-то там нападали, убивали. Не слышал. Сергей, согласен ли ты с Путиным и Мальцевым? Интересно. Что украинцы и русские один народ? Сложный вопрос. Скорее да, чем нет. Скорее да, чем нет. То, что один народ, скорее да. То, что есть различия, согласен, безусловно, так же, как есть различия у жителей Москвы и жителей Саратова, там, по Волжье, да, если особенно мы возьмем таких исконных жителей по Волжье и жителей Москвы. Конечно, это два совершенно разных народа по менталитету, но по крови и по истории совместной, общей, конечно, да. Поэтому украинцы, у нас очень большая разница с вами есть, безусловно. Я понимаю те настроения, которые у вас сейчас. Украинцы хотят как-то отделиться от русского народа. Не нужно отделяться. И не нужно как-то вот стыдиться этого. Да, у нас есть очень много проблем. Вата, есть и вышивата, да, как ее называют в Украине. У кого чего больше, ну, не знаю. С Путиным надо бороться, а не с русским народом. И не с украинским народом. Серега, ты немного похож на Азимандиаса из кинофильма «Хранитель». Отличный фильм. Вот меня просили посоветовать фильм. Посмотрите «Хранителей». Очень хороший фильм. Такой он вот уникальный в своем роде. Очень хороший. Азимандиаса, наверное, прической только я похож. Не знаю, то-то вряд ли. Серега что ни за что забанил меня. И вообще никого сегодня не банил, ни одного человека. Даже вот этого вот я забыл, как его зовут, который жопу ленивую греет. Я его не забанил. Болеешь ли за какой-нибудь футбольный клуб? Болею. За какой не буду говорить, потому что опять это вызовет огромные холивары, и все там начнут все. Я тебя смотреть не буду, потому что ты бореешь за другую команду. Не надо. Мальцева подсидеть решил. Да. Мечтаю. Про чат хотел рассказать. Привет. Вот кто-то подключился. Только что привет. Про чат хотел рассказать. Вчера такая забавная ситуация произошла. У нас трансляция. Там кто-то заметил, кто-то не заметил. Прямой эфир плохих новостей. Он что-то повис. Я там с ним ковырялся очень долго. Ютуб там со мной воевал. Я воевал с Ютубом. И чат был долгим. То есть чат там был полуторачасовой. Я выяснил, что даже в 12 часов ночи люди сидят в чате. И я так подумал, почему бы не запустить какой-то чат не ютубовский, а какой-то отдельный чат. У меня даже есть представление, какой он будет. Какую-то нашу отдельную комнату, куда вот зрители периферийного зрения плохих новостей могли бы заходить круглосуточно. Общаться, меняться каким-то мнением. Я бы туда заходил с вами, общался о чем-то, если это кому-то интересно. Поэтому давайте подумаем. Ну, не подумаем, давайте запустим, если кому-то интересно. В Калугу приедешь. Я как-то, когда в Ставрово... Все, меня теперь по всей России хотят запустить. Ну, во-первых, я как... Вот приехать в Калугу, чтобы встретиться с жителями Калуги, ну, я понимаю, что, наверное, не очень много народу придет, потому что я не настолько популярен, как там Вячеслав Мальцев или кто-то еще. Приезжай в Париж. Мне не понравился Париж. Простите. Не, ну, не то, что прям совсем не понравился. Я не фанат Париж. О, правильная фраза. Я не фанат Париж. Сергей, объясните мне, почему, начиная с августа, не было прочитано ни одного моего письма, которое я отправлял на все почты. Нужно посмотреть, во-первых, на какие почты вы отправляли. На все это, на какие? Не на все, на одну. Это во-первых. Во-вторых, нужно посмотреть содержание ваших почт. Я очень часто встречался... Я не хочу вас обидеть, я не знаю, что вы писали. Может, вы писали действительно очень важную вещь, но мы очень часто в Москве встречали людей, которые разъяренно говорят, вы не отвечаете на почту. Ни одного ответа. Вы нам 10 сообщений, мы вам писали. Вы ни на одно не ответили. Я говорю, хорошо, вот я открываю ноутбук, говорю, где ваше сообщение. Начинаю его искать. И там какой-то откричащих тай-тай. Рептилоиды, масоны, жиды правят миром. Там, давайте сделаем ядерный удар по Кремлю. Блин, ну, ребят, ну, почему мы не отвечаем на эти письма? Вот так. Вот так вот. Привет из Израиля. Я тут как раз заговорил. Привет, Израиля. Движок только в Москве будет, если вы про 5-е, 11-е, 17-е. Нет. Даже не то, чтобы не только в Москве. Очень будет, как бы, наоборот, наоборот. Про колорадскую фуфайку напомнить. Она вот здесь висит, прямо напротив. А, нет. Исчезла колорадская фуфайка. Ну, Вячеслав, что я забрал ее, наверное. Сегодня вы ее увидите. Да ты и сейчас не отвечаешь. Вот вы издеваетесь. Я вот специально на 15 минут позже задержался, чтобы поотвечать на ваши вопросы. Картину покажи. Ладно, уговорили. Сейчас я как-нибудь ее аккуратно только. Чтобы все не сломать. Сейчас так, подождите. Картина выглядит вот так. Да, можно представить, в общем-то, что мы в музее в каком-то. В музее революции. Так, блин, все сломалось. Лайк за картину. Сколько татуировок? Одна. Скоро будет вторая и больше не будет. Я не фанат там огромного количества татуировок. Четыре раза спросил у тебя. Ну, блин, ты задай вопрос. Ты не пиши, что там четыре или десять раз. Был ли когда-либо в Балаково-Саратовской области? Если и был, то как тебе наш городок? Ну, ладно, я расскажу. Я просто подумал, можно ли об этом рассказывать. Наверное, можно. В 2014 году или 2013. Потерялся во времени. Были протесты в Пугачево, если вы помните такие. Я в этих протестах принимал участие. Ну, да, ладно. Я в этих протестах принимал участие. Пофиг. Сотрудники ФСБ, записывайте. Я в этих протестах принимал участие. И сложилась такая история. Кстати, ФСБ ее знают наверняка. Что мне пришлось из Пугачева пешком ночью уходить по трассе. Причем уходить не по трассе, потому что на трассе было огромное количество полицейских. Кстати, к вопросу о том, что люди там пишут, что там все несерьезно было. Ну, там было очень все серьезно. Там и внутренние войска были, и полицейские на каждом, там, через каждые 30-40 метров. Вот. Пришлось там полями, лесами уходить. И, по-моему, сколько мы, 15 или 20 километров мы прошли от Пугачева, после чего там как-то чудом поймали машину и нас довезли уже утром в Балаково. Это вот был мой последний визит в Балаково. Не первый, но последний. Что я запомнил? Запомнил, что чудом нас не задержали на КПП очередном перед Балаково. В общем-то, все было весело. Все было очень классно. Уходил огородами. Да, блин, есть ли благородами там? Фух. Серега, расскажи нам свой сон. Сегодня что-то я кому-то даже рассказывал, что мне приснилось. Да, я помню, что мне приснилось. Я не буду рассказывать, извините. Сколько людей ты убил? Ни одного. Надеюсь. Романтическая история. Какие-то я сегодня, когда формировал новости, думаю, о, вот здесь, кстати, интересная история есть. Вот здесь интересная. И все забыл. Представляете, надо как-то записывать, что-то. Вот на чьей стране? Володина или Единая Россия. Не буду я на стране Володина. Вот тут про Цепиши пишут. Блин, я тебя забанил, друг. Ладно, я тебя вытащу из бана. Извини, я хотел тебя на 300 секунд улететь. Про Цепиши пишут. Я не очень понимаю, в чем претензии к Цепишу. Он делает достаточно креативный материал. Смешной, оригинальный, какой-то стебный. Я что-то не знаю, почему я должен воевать с Цепишем. Он забавно все делает. И он там, он борется с Мальцевым. По-моему, он наоборот только это, в общем-то, поднимает наши рейтинги. Затянул эфир, потому что отвечаю на ваши вопросы. Вы говорите, не отвечаю на ваши вопросы. Давайте три вопроса последних, и все. Там, расскажи свой сон, вы просто не поймете. Там какие-то личные моменты. Надо объяснять, кто эти люди, которые мне приснились. Нормальный сон, он мне понравился. Как оцениваешь сегодняшний эфир? Вчерашний был лучше, по причине того, что он был более наполненным. Плюс там были видео, интерактив. Нормально, не надо судить по первым трем эфирам о том, что будет с программой. Она будет развиваться. Завтра пригласим человека, будет интереснее. Вот завтра заходите, и все будет здорово. Смотрю, цепишь ради смеха. Да, кстати, именно так и есть. Расскажи, как относитесь к Володину. Я не застал Володину в Саратове. Ну, в смысле, застал, конечно. Но я там был совсем уж молодым человеком. Очень молодым. Когда он уже из Саратова уехал в Москву. Тогда я как-то там начал приходить к политике. И поэтому не могу. Нет у меня какого-то... Конечно, я не поддерживаю Володину. Нет у меня четкого какого-то понимания. Не буду я отвечать на этот вопрос. Я прочитал, Станислав, твой вопрос. Я пока не буду на него отвечать. Я стараюсь, пытаюсь. Ничего пока не обещаю. Мне нравится эфир. Хорошо. Вот видите, Кирилл Гундяев. Кирилл Гундяев. Блин. Хотел сказать, вот ради тебя, Кирилл Гундяев. Я буду вещать. Ну, ладно, буду вещать ради Кирилла Гундяева. Как относится к Нойзу МС? Спойлер вам уникальной информации. Мы пытались... Ну, как пытались. Было предложение сделать прямой эфир с Нойзом МС. Вы пригласите его в плохие новости. Ну, не удалось это сделать. К Нойзу МС не могу сказать, что я его фанат. Некоторые его песни слышал. Слушаю постоянно некоторые. Но к его какой-то такой жизненной позиции, ну, наверное, я все-таки не... не люблю мужиков, прыгающих с голыми претендалами по сцене под песню «Похуист». поэтому немножко вот это меня как-то... не знаю. Серега старый партизан. Новый партизан. Да, вот Нойз МС с Хованским дрался. Вот мне вот это вот какая-то... Да, давайте не будем об этом. В смысле, мне это просто неинтересно, это обсуждать. У него есть нормальные песни, у него есть определенные претензии к власти. Вот это мне интересно. Какие-то его там прыжки без трусов по сцене и драки с Хованским, это мне неинтересно. Флаг, Серега. Ну, блин, ну знаю я про флаг. Думаете, я забыл? Я не забыл. Классный вопрос. Какие планы у Эдика? Я пресс-секретарь Эдика? Да, призываем... А, кстати, я сказал три вопроса, я что-то на десять уже ответил. Призываю вас, дорогие друзья, пользоваться электронной почтой, которая есть в описании к этому видео. Приписать в ВКонтакте, в группе. Там есть тема. Группа есть в описании к видео. Есть тема «Хочу в эфир периференного зрения». Пишите, пишите, о чем хотели бы поговорить. Было бы интересно. Я вас приглашу, будем общаться. Может быть, нас смотрят не сто тысяч человек, но тем не менее. Спасибо за эфир, все супер. Блин. Это хорошо. Мне серьезно приятно, что не зря все. Все не в пустую ходил. Так, не убегай. Ты тоже лети же в угол. Первый или какой-то второй человек, которого я сегодня собранил. Последний эфир, давай. Вот, да, спасибо, что кто-то кинул почту в чат. Хочу в эфир. Пишите. Когда Шендерович появится, приглашайте. Мы организуем. Ну, в смысле, к Мальцеву. Шендеровичу вряд ли будет интересно со мной разглядывать. Хотя я бы поговорил с Шендеровичем. Ладно, все, со мной прощаются. Я понял. Вы меня тактично выгоняете. Большое вам спасибо, что вы меня смотрите. До новоисторической эпохи все меньше дней. До плохих новостей все меньше времени. Уже буквально через полтора часа оборот плохие новости. Сегодня я задержался. Не знаю, зря или наоборот не зря. Пообщался с вами подольше. Присылайте свои новости. Давайте делать эфир. Вот пишут много слов. Там мало конкретики. Давайте больше конкретики. Присылайте свои новости. Электронная почта есть. Группа ВКонтакте есть. Моя страница ВКонтакте есть. Лучше на электронную почту, чтобы не засорять, не терять. Всем спасибо. Все свободны. До 21.00. Берегите себя.